Нужно просто принять то, что вот сейчас так, и мы здесь, да, вот где ты находишься, в какой стране, и просто найти себе применение. То есть можешь работать, иди работай. Ну ничего, ничего. Мы тормаемся, мы не теряем оптимизма, и все будет доброе. Меня зовут Наталья. Я приехала из Украины, из города Одесса. Нахожусь в Кишиневе с 6 марта. Уехали от войны, как и большинство украинцев. Сейчас вот работаю в Национальной библиотеке Республики Молдова. Это интересный случай. Пришли с дочкой на экскурсию. Библиотека проводит периодически для различных групп. Можно прийти, и вот просто по библиотеке тебе проведут экскурсию, как все устроено, то есть интересно. Вот. И я думаю, ну пойду с дочкой, чтобы дочка увидела вообще, что такое библиотека. Вот. У меня девочка в четвертом классе. Вот. И мы пришли, вот нам показали, рассказали. Я спросила просто у работников. Я говорю, а вам не нужны люди случайно? Ну, потому что я в Одессе работала в библиотеке в нашей научной. Вот. Поэтому, как бы, думаю, спрошу, а вдруг? И да. Девочки с радостью очень так обрадовались даже. И сразу у меня отвели к замдиректора. Вот. И все сказали. Завтра выходите на работу. То есть вот такая вот, как бы сказать, даже, я не знаю, хорошая история. То есть вот я могу сказать, да, и на своем опыте, и на опыте других моих знакомых украинцев, что в Молдове очень гостеприимные, добрые, душевные люди. То есть чуть ли не вот, ну, по первому, да, вот, по первому твоему какому-то вопросу, да, или что-то вот тебе нужно. Люди идут навстречу и с удовольствием помогут, если, ну, это в их силах. Я сначала две недели работала в другом отделе, но там такая работа была чисто механическая, знаете, то есть, ну, как бы неинтересно. Вот. А потом начальница моего отдела, вот, где я сейчас работаю, она меня забрала к себе сюда, в проевропейский центр, вот, разглядела во мне вот что-то. И мы вот работаем уже, вот я здесь с конца июня в этом отделе. Здесь интересно, здесь много проходит различных мероприятий. Вот мы тоже проводим для украинских беженцев, тоже проводим различные мероприятия. То есть сложности особо нет, ну, да, понятно, что я не знаю румынского на том уровне, который нужен, да, там, чтобы, например, провести мероприятие, потому что, ну, да, я учу румынский, но, понятно, что говорить свободно я не могу, конечно, вот. Но мы выходим из положения, если написано, мне проще, конечно, то есть я когда читаю, я уже, а на слух сложно воспринимать, потому что быстро говорят, ну, как любой язык, вот. Вот, а вот так, ну, я, конечно, приходила на курсы онлайн, и три уровня мы прошли. Многие, вот, кстати, местные удивляются. Ух ты, а вы учите румынский, а зачем, ну, как бы. Я говорю, ну, как зачем, ну, это просто уважение к стране, которая тебя приняла. Я считаю, что это нормально, когда ты в Германии учишь немецкий, и в Испании учишь испанский, в Украине – украинский, а в Молдове – румынский, то есть, ну, тот язык, который его государственный. Вот, поэтому, ну, и, конечно, это приятно, вот, людям месту. Это, как и мне приятно, когда кто-то знает украинский, хотя бы на уровне доброго дня, якую, да, так же и здесь. Ты выходишь в магазин, там, говоришь «Бу на Зио», там, выходишь, говоришь «Ницумес», «Клаведери», и люди, ну, как-то это очень воспринимают, доброжелательно, и, вот, они удивляются, как бы, потому что местные не учат, некоторые, а вот вы учите. Ну, у каждого своя, свой выбор, как бы, ну, я считаю, что это не помешает в любом случае, даже, ну, чем больше ты знаешь, тем лучше, поэтому. Ну, что мы тоже не сразу, как бы, вошли в колею, да, мы всю весну были в депрессии, в таком ступоре, вот, мы не вылазили из новостей, то есть мы вот так с телефоном сидели, вот, чуть ли не круглосуточно, и все думали, что, ну, вот-вот-вот завтра, вот завтра закончится, и мы поедем домой. Ну, конечно, невозможно так, к концу весны мы просто поняли, что нет, это не будет так быстро, и вот нужно просто это, ну, как, это принять, это очень тяжело, потому что ты хочешь домой, ты, вот, все, я вот завтра поеду, я завтра поеду, тебе не страшно никаких планов, потому что ты же завтра уедешь, вот, но вот, когда ты уже принял это, что нет, в ближайшее время ты не уедешь, тогда вот как-то уже, ну, легче, в том плане, что ты тогда уже начинаешь планировать здесь жизнь, да, ты уже начинаешь искать работу, ребенка в школу устраивать, начинаются уже вот такие вот вопросы, которые нужно решать, то есть оно тебя отвлекает. Нужно просто принять то, что вот сейчас так, и мы здесь, да, вот где ты находишься там, в какой стране, и просто найти себе применение, то есть можешь работать, иди работай, вот, не можешь работать, иди волонтерь, главное, я же говорю, как бы стараться жить, потому что еще, знаете, есть у тех, кто уехал, и у меня тоже, он иногда прорывается, такой комплекс выжившего, знаете, когда вот ты живешь, у тебя все хорошо, а там люди умирают, да, и иногда это гложет, что вот, но с другой стороны, я говорю, как, я спасаю своего ребенка, я мать, и моя задача спасти ребенка, те, кто остается, ну, они делают свой выбор, понимаете, их нельзя ни осуждать, ни давать им советы, не имеешь права, потому что вот такая тоже есть сейчас дискуссия, очень прям доходит до, там, чуть ли не до драки, ну, в соцсетях я имею в виду, что вот, а эти уехали, а эти остались, а те неправы, а те правы, то есть, как психологи говорят, в такой ситуации нет правильного решения, то есть решение каждого человека, оно правильное для него. Хотела бы еще сказать местным людям, да, вот, молдаванам, я уже тоже это говорила, что часто вижу, вот, ну, что люди недовольны жизнью, вот, тяжело, там, да, экономически, то, сё, да, тяжело, но я всегда говорю, ну, поверьте, у вас нет войны, и это самое главное. Ну, ничего, ничего, мы тримаемся, мы не теряем оптимизма, все будет хорошо.